Как можно быстро раскрутиться? Ну так, чтобы за полгода переехать из не очень приспособленного помещения практически в центр. Карла Маркса, Завинягина, Карла Маркс 164. Вот для этого надо обращаться куда? На телевидение, естественно. Но вот только не все телевидение, это и огонь, и вода, и медные трубы. Особенно если то телевидение представляют рекламные агенты, которые рейтингами всякими афишируются. Мы люди скромные, мы и огонь, и вода, и медные трубы. И вот сегодня мебель с автомобилистов 16 переехала сюда. Вот, помните, да? Зори Урала. Я не помню, тут два таких здания. Но вот тот, который ближе к поликлинике, это вот сюда. Теперь вы, естественно, зададите вопрос. Если люди переехали, они должны цены поднять. Так ли это на самом деле? Давайте с этим разберемся. Вот ведь как получается. Стоит только на недельку закрыться с целью открыться в более удобном месте, как редакцию заваливают звонками. А где? Мебели в программе «Дон, милый дом» немного. Да и много фуфла нам не нужно. А мебель по карману вот здесь, на Карла Маркса 164. Теперь это удобный адрес с прежними ценами. Так, к цене вопроса вернемся, да? Возможно ли купить за одну зарплату? Средняя зарплата сейчас на комбинате, ну, по-моему, 25 тысяч рублей. Вот. Диван, кровать Челси. Помните, это прям прелесть? Так и осталось, как и с автомобилистом 164. Вот. То, что вам не сможет показать девушка, которая работает. Так это механизм трансформации. Ну, естественно. Поэтому, поверьте мне, а лучше посмотрите. Сталь лето. Я покажу. Вот остальная конструкция. Ну, то, мой любимый Челси. Валя. И, кстати, помните, я вам говорил, что надо не мебель, в смысле, не обои подбирать, а мебель можно купить в цвет обоим. То есть, выбирайте. Разнообразие тканей просто безумные. И надежная мебель из настоящего массива в цвет к вашим обоим. Так что голову ломать не надо. Но если что-то нет сейчас, то через неделю ровно повезут. Гламурность – это признак общества, впавшего в декаденс. Практичность – это признак разумного общества. А раз эта практичная и недорогая мебель практически в лед разбирается, то это значит, в России разум возобладал над понтами. Разваливающаяся мебель из стружки, саморезов подвижных и высыхающих частях сосны. И это не эта мебель. Стальной каркас и цельный массив. Современные износостойкие и моющиеся материалы. Им и эта мебель прослужат гарантированно дольше. И, конечно, можно наезжать в наше правительство. Типа, ну вот, кризис банковской сферы почему-то в очередной раз проехался по населению. Но он не настолько сильно проехался, как проезжается банковский кризис, допустим, по Германии, Англии, Франции, Испании. То есть там вообще бюджетникам сокращают зарплату. У нас в России, ну, естественно, зарплата никакая, как у тех бюджетников, то есть 3-4 тысячи евро. А чуть-чуть поменьше, но, тем не менее, бюджетная сфера у нас не сокращается, только поддерживается. Вот, и в поддержку бюджетной сферы. Вот, магазин диванный, что на Карла Маркса 164 предлагает вам те же цены, которые были на автомобилистов 16. То есть диванчик вот такого образа и подобия, помните, да, я бы не взмывался. Подушечка, я специально сегодня одел, такая веселая одежда. Вот, и здесь. Подлокотники убираемые. 16 тысяч рублей. Если даже у вас зарплата 10 тысяч рублей, как, допустим, у уборщика лечественных клеток, то есть и канапе за 9 тысяч 750. Не знаю, как вы, но я устал и не хочу сотовых гаджетов за 20 тысяч рублей. Надоели пластмассовые джипы и квартиры с чистовой отделкой, в которые надо вбухать лям-2. Так же, как надоели кредиты и рабская ипотека. Реально надо жить, тратя грамотно и покупая то, что можно взять сегодня и сейчас. То есть жить надо по необходимости, а тогда и отдыхать, и наслаждаться можно на все 100. Вы понимаете, какая страна выиграла от всемирной глобализации? Естественно, Китай. Китай научился делать все. И нам, конечно, как азиатской стране, все-таки от Урала и до Владивостока, это Азия. А там ни много ни мало, 8 тысяч километров. Чуть-чуть даже больше, если до Камчатки смотреть. Так вот, нам надо научиться по-азиатски жить. То есть брать объемом и небольшой ценой. Сегодня и сейчас мебель, которая представлена здесь, на Карла Маркса 164, отвечает этим показателям. Великолепная, небольшая цена. И, ну, дальше только вам решать. Вот. Кстати, почему люди сюда переехали еще? Ну да, хорошее место, зеленый рынок. Но вот все-таки, как бы, когда жизнь замирает в 5 часов вечера, это неправильно. Этот магазин работает до 7. Естественно, после работы в любой день вы можете сюда с женой приехать и выбрать себе мебель за одну или за меньше, чем одну зарплату.